приветствую вас дорогие мои братья и сестры предыдущее моё видео некоторых из вас взволновало и многие мне написали комментарии пастор никакого колдовства не существует просто вы сильно быстро ехали на автомобиле скорее всего и я бы так подумал если бы это в моей жизни был единичный случай но к сожалению таких случаев было очень много поэтому я смею заключить что колдовство все-таки существует когда-нибудь если вам будет интересно я вам об этих ситуациях расскажу ну а сегодня я хотел бы вспомнить о том как я однажды обиделся на пастора самой большой церкви в мире доктора и он и чем много лет назад в украину приехала женщина по имени карен холстон это была дочь знаменитого евангелиста который был вместе с доктором нет ничего основателем самой большой церкви в мире которая находится в сеуле в южной карьере церковь йода она долгое время провела в этой церкви изучала опыт домашних групп написала книгу и приехала в украину для того чтобы учить служителей нашей страны о росте домашних групп мы пригласили эту женщину к себе в церковь хорошо с ней познакомились и она предложила нам говорит не хотели бы вы съездить на конференцию которая происходит раз в два года конференцию си джи ай международного церковного роста эту организацию сидя и основал доктор юнгичой и основной идеей его было научить людей церковному росту в этой организации собралось очень много сильных служителей ну допустим пастор сезар костела нас из колумбии в церкви которого было 300 тысяч человек марио вега 170 тысяч человек по моему из лимы то есть это очень такие мощные сильные служителя пастора у которых огроменные церкви они делились опытом подтягивали других пасторов и делали все возможное для того чтобы церковный рост в этом мире не останавливался я попал на эту конференцию взял с собой еще несколько пасторов по моему борисович был со мной мы были очень впечатлены тем что увидели служение на 120 тысяч там стадионе домашние группы глубокие проповеди о том что такое церковный рост и как к нему прийти и с этого дня я начал приезжать на эти конференции постоянно вот в один раз когда я приехал мне сказали они хотели бы вы войти в эту организацию ну конечно я хотел бы выйти для меня это великая честь стать частью такого огромного мирового движения и я выразил свое согласие они сказали ну вот на следующей конференции мы вас примем в организацию сиджи ай мы собрали много служителей потому что многие люди захотели поехать на человек 30 нас было может 40 планировали еще больше там кое-что не получилось когда-нибудь расскажу что и и приехали в южную корею я вспоминаю мы пришли на заседание совета си джи ай где собрались все пастора огромных церквей и там вынесли на совет мою кандидатуру и кандидатуру еще одного пастора по моему роберт казара был такой служитель сильный помазанный благословенный и мы ожидали в коридоре пока они решали кого принять кого не принять роберта казара вызвали его приняли а мне вышли сказали извините ну вы пока что еще не дотягиваете такого уровня чтобы быть в этой организации вы знаете те 30 человек которые со мной приехали кстати были постарай из других церквей они знали зачем я туда еду и что там будет за ситуация и понятно что когда я вышел меня все спросили ну шо там я сказал вы знаете меня не приняли но знаете можно было бы не обижаться если бы я сам напрашивался в эту организацию а тут видите ли так получилось что они сами меня пригласили а потом сами меня как бы и отвергли да я уезжал с южной кореи в тот раз очень плохим настроением и все меня пытались утешать по моему борисулович там говорил да не переживай все нормально все хорошо но я был очень сильно расстроен и честно вам скажу даже сильно обижен почему ну потому что я не напрашивался в эту организацию меня пригласили мне написали много писем по этому поводу и потом что-то произошло как потом мне сказали что какой-то пастор из украины он сказал что да зачем вам с этим человеком связываться ничего там хорошего нету ну не знаю не буду сегодня докапываться до того что там было мне это уже сейчас не интересно и знаете я все-таки постарался эту обиду в себе убить почему я написал что обида смертельная всегда если человек не смог не может простить то в итоге бог тоже не прощает его грехов и в конце концов что происходит происходит самое страшное происходит духовная смерть поэтому иисус говорит что если вы что-то просите то прежде всего надо прощать и я конечно же приходя к богу молитве в посте все время просил господа чтобы он дал мне милость простить и знаете прошло какой-то период времени я все-таки смог простить и на следующую конференцию я уже ехал со свободным сердцем приняли приняли не приняли не приняли я хочу быть ближе к тем откровениям которые ведут к росту церкви поэтому я ехал снова на эту конференцию не знаю что там меня ждет и как меня там встретят я взял свою семью со мной приехали еще многие пастора потому что люди хотели тех откровений которые ведут к спасению людей я вышел в аэропорту и был удивлен меня встречала несколько братьев корейских и там были написаны имена моей моей семьи моей жене вручили букет цветов нас чемоданы забрали привезли нас провели нас до большого шикарного лимузина такой как у звезд голливудских бывает привезли в гостиницу бесплатно поселили в хилтоне с шикарным обзором там на сиул в тот же вечер повезли в шикарный ресторан посадили за стол рядом со всеми этими пасторами с доктором йонгичо я имел возможность там через переводчика с ними общаться разговаривать я бы был удивлен такой перемене отношений отношения ко мне ну и в конце концов там даже вышла женщина одна говорит я там профессор диетологии я работала в доме клинтонов буду сегодня всех вас кормить и честно говоря я был шокирован таким приемом и наверное не привыкший к таким приемом был и в конце концов меня приняли в эту организацию в организацию cgi я очень благословлен тем что имею возможность с этими людьми общаться до сегодняшнего дня даже после того как доктор йонгичо ушел господу организация продолжает существовать туда входят где-то около 70 пасторов самых больших церквей и движений понятно с многими из них я наше движение не может сравниться но учитывая эту страну которой мы живем я имею эту ситуацию стране в которой мы находимся но бог дает и нам милость ему служить для меня большая честь находиться рядом с такими людьми учиться новым вещам передавать эти откровения другим церквям и я вам скажу в прощении есть великая сила если ты можешь простить отпустить благословить если ты можешь убить в себе эту обиду ты переходишь на новый уровень жизни чего я вам всем дорогие мои братья и желаю как сказал иисус прощайте и прощены сто процентов будете своей жизни я получил огромное количество благословений через церковь сеуле через всех пасторов с которыми я познакомился это огромный список людей помазанных сильных благословенных служителей которые повлияли на мою жизнь на мое служение а через меня повлияли наверное и на все наше движение поэтому хочу закончить словами не копите в себе обиды прощайте прощайте и прощены будете прощение открывает для нас множество благословений всего доброго пишите в комментариях понравилось вам это видео и хотите ли вы продолжение всего доброго аминь